Если это какие-то элитные чемпионаты, то мы обычно ходим в костюмах брючных, а если же это просто open-турниры, то я одеваюсь так, как мне удобно, то есть это обычные джинсы, кроссовки, футболки. То, что тебе не мешает играть во время игры, то есть не мешает процессу. Сейчас, если честно, стараюсь в такое не верить, потому что не от одежды зависит моя игра, но раньше было, раньше, когда маленькая была, верила, у меня был такой бирюзовый сарафан, я все партии в него выигрывала, я его, кстати, до сих пор сохранила на будущее в музее. Ну вдруг понадобится, сейчас такого особо нет. В основном это джинсы и футболки. Пару костюмов. Ну я люблю то, что комфортно, а не то, что красиво. Ну самое главное это получать удовольствие от процесса. Например, если вы только начинаете играть в шахматы, то рекомендую учить разные дебюты, например. Есть такая ошибка у многих, они играют только одно, и как бы в будущем тяжело на что-то другое переключиться, из-за этого теряются как бы результаты, очки. Поэтому если вы только пришли в шахматы, то в принципе можно пробовать все. Ну, по крайней мере, вот я в детстве старалась, тренеры учили так, чтобы я играла разные позиции, и от этого как бы уровень быстрее растет. А так, занимайтесь шахматами, шахматы полезны. В любом случае, даже если вы не будете профессиональным игроком, они вам в жизни обязательно пригодятся.